Привет, друзья! И мы вновь приветствуем вас на канале Squadboard Shop. И сегодня хочется обратиться к нашим зрителям-школьникам, папам школьников и к мамам школьников. Дело в том, что совсем скоро будут уже каникулы. А что нужно делать на каникулах? Ходить в походы. А что нужно брать с собой в походы? Понятное дело, что бутерброды, термосики, может быть, даже пакетик, если ехать куда-то далеко на автобусе и будет хотеться немножечко стошнить. Но все это нужно куда-то сложить. Куда это все складывать, чтобы не тошнить, опять же, сумки? Для этого нужны пакетики. Так вот, сегодня будет разговор как раз о сумках, идеальных сумках для походов, идеальных сумках для передвижения по городу, о коллаборации Dikis и EastPack. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Сначала небольшая историческая справка. Вообще, почему два этих бренда до этого не работали, мне непонятно. Потому что что один, что другой, это прям, знаете, такой стиль Американо. USA, USA, Dikis с 22-го года делают рабочую одежду. EastPack с второй половины прошлого века делают сумки, делают рюкзаки, делают портфели. И они стали, наверное, такой иконой американского стиля. В последнее время про EastPack стало, конечно, немножко меньше слышно. Но для меня, как человека, который еще в 90-х, в конце 80-х, прекрасно помню, как в той же самой Европе были очень популярны эти рюкзаки. Кстати, это первая компания, которая производит такие вот школьные рюкзаки, которая предлагает пожизненную гарантию на все свои вещи. Я даже помню, когда первые EastPack'и начали привозить в Россию, люди рассказывали, что вот, у меня там что-то оторвалось, я отправил этот EastPack на адрес компании, и мне прислали новый рюкзак. Вот такая вот офигительная история. Сейчас, кстати, у них уже не пожизненная гарантия, а гарантия в 30 лет. Но все это, как сказали, только из-за определенных правовых вопросов. Хотя я думаю, что если у вас пройдет 30 лет, у вас этот EastPack порвется, вы с радостью, вы легко можете его отправить, вам пришлют новый. Но к черту подробности давайте лучше поговорим про сумки, потому что это реально, когда я увидел эту коллекцию, я понял, что это, наверное, то, что мне очень хочется в плане сумочного, в плане рюкзаковского такого вот ништяка. Начнем, наверное, с повозрастающей, с небольшой сумки на пояс. Вся коллекция представлена в трех цветах. Цветах, стандартных, наверное, для дикизов. Это такой дак кенвас, такого вот песочного цвета. Сент, хаки сент, еще этот цвет называется. И черный цвет. Все три составляющих этого коллаба представлены во всех этих трех цветах. Ну, начнем, наверное, с этой сумки. Не знаю, мне, например, оператору нашему больше нравится вот такой вот цвет, как он говорит. Когда я сделал замечание, что, ну, он же марки, он, может быть, будет там немножко грязниться со временем. Он сказал, не знаю, мне нравится, наоборот, как у него появляются такие следы использования. В принципе, в этом что-то есть. Хотя, я считаю, что он не всегда прав. В этом случае, может быть, прав, может быть, нет. Но он оператор, он монтирует, может, и вырежет вообще все мои слова. Не об этом сейчас. Итак, сумка. В принципе, что мне понравилось? Сумка, несмотря на то, что она очень небольшая, там есть три отделения. Заднее такое, как еще иногда его называют, для документов. Тоже, что интересно, отделано оно вот такой вот тканью. Тоже стандартной ткани, которую Дикис использует для своих стандартных рубашек. Есть большое отделение, куда можно положить, не знаю, пленочный фотоаппарат. Те же самые, там, бутерброды, пакетик для тошниловки. И есть небольшое такое отделение, куда можно положить, ну, я не знаю, что там, школьники сюда могут положить. Перочинный ножик. Вот, если вы девочка, перочинный ножик. Если мальчик, то травмат. Хотя нет, травмат сюда, наверное, не влезет. Ну, травмат можете сюда к бутербродам засунуть. Вот такая интересная сумка. Логотип с двумя брендами. Дикис и стпак. Кстати, что интересно, иногда Дикис на своих черных вещах делают черный логотип. И здесь не стали делать. Ну, за это им, наверное, и спасибо. Рюкзак. Рассмотрим рюкзак. Рюкзак уже побольше, да. Вот, если, в принципе, смотреть, то визуально кажется, что рюкзак больше, чем вот эта сумка. И это так и есть. Классический, стандартный рюкзак. Такие рюкзаки и стпак делают уже несколько десятилетий. В принципе, если вы не носите ничего супертяжелого, как городской рюкзак, для того, чтобы кинуть сюда свои там учебники, тетрадки, пенал. Кстати, почему и стпак и Дикис не сделали пенал? Недоработка, недоработка. Ну, ладно, не об этом сейчас. Что здесь понравилось? Тоже есть такой маленький карманчик впереди на застежке. Причем, смотрите, этот карман, он очень сильно напоминает задний карман одних классических брюк от компании Дикис. Открываем маленький карман. Ну, он, в принципе, стандартный, никаких секретных замков и прочего нету. Сбоку есть... Это, знаете, вот, в принципе, очень удобное место. Если у вас в школе есть хулиганы, которые у вас отнимают сотовый телефон, чтобы они вас не били, сразу кидайте сюда сотовый телефон, чтобы они подошли, достали и ушли. Очень удобная вещь. С другой стороны, очень интересная такая вот вещь, которая похожа на традиционный элемент всех рабочих брюк, которые, комбинезонов, которые есть у Дикис. Так называемый хэмер луп, на который вешают этот молоток. То есть, если вы все-таки не хотите в школе отдавать сотовый телефон, кладете сюда молоток, у вас просят сотовый телефон, достаете молоток, бьете хулигана, телефон на месте. Профит! А теперь самое главное большое отделение. И здесь ждет небольшой сюрприз, и мне это прям вот очень понравилось. Та-дам! Вот что прикольно, что оформление сделано в виде обратной стороны классических брюк 874 от Дикисов. Original Fit. В принципе, эти брюки действительно, они уже стали просто культовой моделью одежды. Соответственно, на их основе сделать рюкзак, это была отличная идея, которая мне безумно понравилась. То есть, сюда у нас можно положить небольшой ноутбук. С этой стороны у нас тоже есть кармашки небольшие. На молнии, к тому же. Та-там-та-там! Так, смотрим внутрь. Было бы прикольно, если бы там был спрятан дождевичок, но нет, дождевичок не спрятан. Вот эта вот пуговица выполняет чисто такую украшательную функцию, декоративную. Хотя, может быть, на нее можно намотать провод от ваших наушников. Полностью наматываете, потом резко дергаете, и у вас уже AirPods. Дикис подумали просто обо всем, просто обо всем. Обожаю этот бренд. И третье, что мы хотим вам показать, это вот эта вот сумочка. Сумка, она не просто сумка, она уже идет с небольшой сумочкой, да. В принципе, наверное, это стандартная такая процедура. В магазинах Est-Pack большие сумки вот такого размера. Они продавались сложенными, засунутыми вот в такую сумку. Висели на вешалке, ну, чтобы много места не занимать. Здесь было название этой сумки, какая она, и вот размера S. В принципе, это все сохранили. Все тоже сделано из красивого такого дикисовского материала в дикисовских цветах. Плюс есть напоминание, что эта сумка, она канает, как багаж, который можно взять с собой. Хотя сейчас, конечно, есть много авиакомпаний, у которых какие-то свои требования к багажу. Поэтому это, может быть, не всегда работает. Но это не важно. Сумка достаточно большая, вместительная. Вот здесь мы одну сумку напихали гамбургерами из расположенного неподалеку ресторана кухни. О, Господи, как божественно пахнет, а. Потом поедим. Но сейчас не об этом. Тоже у нас есть небольшой карманчик. Тоже он на липучке. Тоже здесь ткань в виде рубашки дикисов. Внутри тоже у нас есть несколько карманов. Также, как и в случае с рюкзаком, у нас есть карман, выполненный под 874 брюки. Ха, ну сюда не каждый ноутбук поместится. Поэтому, если у вас большой ноутбук, придется маленький покупать под эту сумку. Но на такие требования можно пройти. Вот. Здесь, что интересно, здесь уже можно прямо с двумя AirPods'ами такой вот трюк провернуть, про который я рассказывал на примере рюкзака. В общем, тоже хорошая, интересная и солидно выглядящая сумка. Не знаю, как даффлбэк она идет, не как даффлбэк. Но мне она очень нравится. А, тоже. На одной стороне у нас здесь есть такой хеймер луп, на другой стороне у нас здесь есть небольшой карманчик. В общем, еще один пример, когда два бренда, собравшись, сделали не просто, ну давайте что-нибудь сделаем. Не было ничего проще, чем взять и выпустить просто стандартные из дикисовских материалов сумку, маленькую сумочку и рюкзак. Это было очень просто, и это можно было сделать. Нет, здесь ребята пошли подальше, здесь ребята еще подумали, что давайте оформим это все как кармашек на штанах. Давайте добавим сюда вот эти вот элементы с брюк. Давайте сюда включим элементы с рубашки дикис. Она внутри, ты ее не видишь, только когда ты открываешь. И это очень приятно. Такое внимание к деталям, оно очень радует. И в принципе, чем мне вообще нравится вот этот вот стиль американо, который проповедуют и дикис, и истпэк, и как оператор наш очень хорошо заметил, что со временем вещи становятся только лучше. То есть да, они где-то протираются, да, они где-то грязнятся, там, когда ты их помоешь, они могут стать там не такого яркого цвета, но они становятся как-то твоими. Они несут след от твоих приключений, которые ты пережил. Ведь что такое каникулы? Да, каникулы это всегда приключения, там, поехал, скатился с горы, выбил глаз, там, ворону увидел. Ну, короче, много всего интересного, что может происходить в школе. И ты смотришь на рюкзак, когда уже каникулы закончились, ты пришел в эту школу, тебя там чморят твои одноклассники, учителя вызывают родителей в школу, я не знаю, там, диарея, потому что йогурты не свежие были в столовке, а ты смотришь на рюкзак, ну, чувствуешь, конечно, что сейчас в туалет нужно бежать, но все равно смотришь на рюкзак, и тебе приятно, да, вот эти вот ощущения хорошие, школьные, которые были. Мне это очень понравилось. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Правда, очень клевая коллекция. Покупайте, это часть истории, это то, что обязательно нужно иметь. Катаетесь вы на скейте, не катаетесь вы на скейте, это круто. А у нас розыгрыш, традиционный уже розыгрыш, творческий, как обычно. В этот раз нужно сделать стандартный набор творческих вещей, творчески лайкнуть это видео, очень творчески подписаться на Spotboard Shop, оставить безумно творческий комментарий, может быть, рассказать какую-то историю с школьной жизни, там, вы кого-то в школе чморили, вас чморили, там, как бы, может, вы любили кого-то, там, у вас любовь первая была. Я знаю человека, который на полном серьезе, как бы, с учительницей встречался. Ладно, не об этом сейчас. Вот, Тамара Николаевна, привет. И делайте репост из группы ВКонтакте. Все это есть в описании к этому видео, но кто эти описания читает? Уж точно не мы, школьнички. Всего хорошего, друзья. Истпэк, Дикис, Борд-сквад-шоп, скейтбординг из Нота Краем.